Убирать общественные пространства – дело добровольное и неоплачиваемое. Поэтому и активистов на такие мероприятия собирается немного. Но зато и объемы работ эти люди взваливают на себя значительные. Перчатки и пакеты для мусора – орудия героев нашего времени. Мы очень хотим, чтобы здесь наконец-то сделали парк, и это место стало чистым. Было приятно здесь находиться, перемещаться и просто пребывать вместе с друзьями. Кто хочет, чтобы тут был красивый парк, те и приходят. Борьба активистов за благоустройство пустыря продолжается уже полтора года. С ноября 2022-го инициативная группа жителей обращалась к архитекторам и студентам АГИК для разработки дизайн-проектов будущего парка 300-летия Барнаула, который может появиться на этой территории. Так как это все-таки общегородской парк, то есть в нем должно быть все. Не только какая-то одна направленность, например, спортивная. То есть зоны для прогулок, для тихих, детская площадка обязательно будет. То есть, чтобы закрывать потребности разных слоев населения. Предварительная работа активистов принесла территории популярность. В голосовании за благоустройство за нее отдали свои голоса уже больше 8 тысяч человек. Недавно здесь же наводили порядок и представители администрации индустриального района. Если говорить про мусор, то мусора здесь много разного. И самую большую массу составляет это строительный мусор. Находится вот в той части парка. Посмотрите. Бытовой мусор, да, который люди оставляют, его много. Его собираем каждый год и его всегда собирается много. Плюс есть опасные отходы, такие как шины. Их нельзя, к сожалению, выкидывать на свалку. Нужно утилизировать специальным образом. И не везде принимают бесплатно. Кстати, на месте пустыря и оврага могут облагородить и естественный водоем, который здесь образуется от талого снега. Будущий парк планируется построить в соответствии с ландшафтом, чтобы он стал уникальным местом для семейного отдыха. Правда, работы начнутся только в следующем году. Конечно, если лидер голосования не потеряет своих позиций. Сделать сказку былью и проголосовать горожане могут до 30 апреля. Дарья Ерошина, Алексей Фризин. День с толком.